Это кино я снял, потому что однажды увидел фильм «Шведская история любви» Роя Андерсона. Это была его дебютная работа, шведский режиссер. И это фильм был там 67-го или 64-го года, я точно не помню. Там как раз рассказывалось в этой картине, в том числе и про первую любовь у подростков. Это была такая замечательная картина и такие светлые, замечательные ребята, что я понял, что я тоже хочу сделать что-то такое же только на нашем отечественном материале, на своих воспоминаниях и то, что сейчас переживают современные подростки. И, собственно говоря, толчком для создания этого фильма послужил другое кино, которое было снято практически 10 лет назад. Вот такая вот взаимосвязь. И в результате написал сценарий про первую любовь, про первое светлое чувство, которое, в общем, у всех в жизни бывает, рано или поздно. Но вот эта история как раз происходит среди подростков, которым 14-15 лет. Нам не хотелось брать актеров из театральных училищ, которым по 18-19-20 лет. Как часто случается, что берут молодых ребят-актеров, которые уже взрослые, которым 19 лет, и они пытаются заборозить 14-летних, 15-летних подростков, у которых, собственно говоря, первая любовь происходит. Но это невозможно сделать, потому что глаза выдают опыт, и опытность они выдают человека. И как бы ты ни пытался омолодиться, все равно это не работает. И тогда мы решили пойти другим путем. И даже искать не по школам, как это часто случается, когда ходит ассистент по школам, классы остаются после уроков, и он, в общем, фотографирует ребят, а потом режиссер смотрит, и кто понравился, вызывает на кастинг. Мы решили действовать другим путем, потому что технологии развиваются. Интернет появился, появились социальные сети, и самое удобное оказалось социальные сети ВКонтакте, потому что так получается, что все подростки России, и они сейчас ВКонтакте. И там их порядка, там, я не знаю, сколько, 30. Там вообще пользователи 50 миллионов, по-моему, а подростки все подростки. Потому что такая тенденция, что если ты сейчас не в социальной сети ВКонтакте, ты выпадаешь из социума. Вот судя по отзывам зрителей молодых и взрослых, это получилось семейное кино, которое очень важно и для родителей, и для детей. Потому что, с одной стороны, родители не знают, что происходит в этом возрасте с их ребенком. Он закрывает дверь и, собственно говоря, в комнату свою не пускает, и в свою жизнь их не пускает. И через наше кино, как они нам рассказывали родители, они, собственно говоря, могут понять, что происходит с закрытой дверью, чем живет их ребенок. И нам реально подходили, благодарили, потому что они стали лучше понимать своих детей. А для детей, казалось, для подростков, у нас там еще история мамы, которая, одинокая молодая мама, которая растит без отца, растит ребенка. И, собственно говоря, подросткам стало чуть попонятнее, что испытывают их родители, насколько им сложно, потому что они еще тоже очень достаточно молодые, а у них уже неожиданно взрослые дети оказались. Они абсолютно не готовы к этому перестроиться. И это сложно как и для той, и так и для другой страны. И поэтому получилось такое кино, которое интересно и важно всем. Продолжение следует...